Владислав Рябухин, известный как Екатеринбургский очкарик, давший сдачу Амбалу, получил предписание 2 июля явиться в федеральное казенное учреждение колонию поселения номер 66 в деревне Старые Решеты между Первоуральском и Екатеринбургом для отбытия назначенного судом наказания. Владислав не намерен больше спорить с органами ФСИН и завтра собирается самостоятельно прибыть в назначенное место. Напомним, известность 22-летнему гражданину Узбекистана, долгие годы живущему на Урале под Екатеринбургом, пришла после неприятного инцидента, произошедшего с ним летом 2017 года. Откликнувшись на просьбу друга забрать из гостей его девушку, Рябухин оказался среди ночи в жилом дворе в пионерском поселке перед компанией пьяных, агрессивно настроенных молодых людей. Получив удар в лицо от 18-летнего студента СИНХа Сарго Арутюняна, Владислав, вдвое уступавший ему в массе, также ответил одним ударом, от которого завсегдатай спортзалов Саргис упал и разбил голову. Перелом височной кости мог привести к пожизненной инвалидности и сулил долгий реабилитационный период, в связи с чем Рутюнян решил заявить в полицию на своего обидчика. Суд признал Рябухина виновным в непредумышленном причинении тяжкого вреда здоровью и обязал выплатить потерпевшему без малого полмиллиона рублей в качестве компенсации причиненного ущерба. Кроме того, Рябухин должен был отработать 300 часов на уборке улиц в городе Березовском. Но начав эту работу, через какое-то время Владислав понял, что не справляется. Чтобы как-то заработать на жизнь, Рябухин вынужден был трудиться на двух основных работах – строителем и таксистом. Ему банально не хватило здоровья еще по 4 часа в день отдавать безвозмездному, общественно полезному, но крайне тяжелому в условиях уральской зимы труду. Когда у парня скопились прогулы, инспектор ФСИН, призванный следить за правильностью исполнения наказания, подал в суд заявление о замене обязательных работ реальным сроком лишения свободы. Суд согласился с такой постановкой вопроса и пересчитал недоработанные Рябухиным часы на заключение в колонии поселений. Получилось 22 дня. Сначала Рябухин и его адвокат высказывали уверенность в отмене этого решения апелляционной инстанции. Однако затем забрали свое заявление из областного суда. Такое решение Владислав объяснил усталостью от непрекращающихся судебных тяжб. «Раньше сяду, раньше выйду», – написал Рябухин на своей странице в соцсети ВКонтакте. При этом, как он намерен выплачивать более 400 тысяч рублей потерпевшему, Владислав Рябухин пока не говорит.